В эфире программа Крупный план. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, гость в студии и сегодня депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день. Это уже не первая наша встреча и поговорим мы сегодня на три темы. Во-первых, это дороги. В прошлый раз вы говорили о том, что были разосланы некие обращения в различные инстанции. Вот, видимо, пришли ответы как раз-таки по дорогам. Во-вторых, это паводок. Как известно, уровень воды в Вятке в этом году больше обычного и подтопило областной центр тоже больше обычного. Ну и третья тема – это поддержка многодетных семей, те проблемы, с которыми данные семьи сталкиваются в процессе получения тех или иных льгот. Ну, давайте начнем с дорог. Сегодняшняя ситуация. Как вы ее оцениваете и какие же все-таки материалы стали вам доступны за последнее время, касающиеся автомобильных трасс? Ну, оцениваем мы ее объективно, исходя из реалий. То есть, качество дорог очень плохое. И, к сожалению, это не только в районах области, это и в городе Кирове. И на сегодняшний день, на наш взгляд, ответственные должностные лица не принимают никаких усилий для того, чтобы кардинально как-то изменить эту ситуацию. Те деньги, которые выделяются, как правило, идут на так называемый ямочный ремонт. Должностные лица, простите, как в области, так и в городе? Да, да, да. То есть, это касается и областных, и городских. Вот я направлял, как обещал, несколько запросов, получил на них ответы. Очень интересный ответ прислал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения. Он сообщает, что у нас за вот этот период, 15-16 год, было оштрафовано 451 должностное лицо и 74 юридических лица. Это за ненадлежащее как раз содержание дорог. А также дается некая статистика, которая показывает, сколько было выписано предписаний для юридических лиц и должностных лиц, по вине которых были совершены дорожные происшествия. И здесь, конечно, очень такая статистика, я так понимаю, что... Что вас удивило? Удивило то, что вроде бы дорожная инспекция эта работа проводится, но, к сожалению, лица, которые должны отвечать за содержание дорог, они по-прежнему сидят на своих местах. Но как-то есть же такая история, что один раз, два, три, четыре, пять раз случается какое-то происшествие, и когда один и тот же человек каждый раз пишет тебе объяснительное, что не хватает денег, не хватает там опять денег, то возникает к нему вопрос чиновнику, а зачем ты сидишь тогда на этом месте, если ты не можешь выбить деньги, если ты не можешь обосновать выделение достаточного количества средств, то тогда уйди просто с этой должности. А если ты ссылаешься каждый раз на то, что в бюджете нет денег, и это не от тебя зависит, но тогда будь честным, то есть ведь чиновник это не пожизненное какое-то звание, не какая-то там приставка к фамилии, это должность человека, который должен заниматься городскими дорогами, это должность человека, который должен заниматься областными дорогами. И я, к сожалению, не присутствовал и не имею такой информации, может быть, Владимир, она у вас есть, когда наши бы чиновники, а это конкретно там начальник управления благоустройства и транспорта администрации, Вячеслав Семакол, да, или когда господин Запольских, последний раз проводили... А у вас был министр транспорта. Да, уважаемый. Когда они проводили совещание, на котором бы они выслушали представителей науки, представителей каких-то дорожных фирм, которые предложили бы технологии, позволяющие, даже проводя так называемый ямочный ремонт, хотя, опять же, вот в обращении, которое, в ответе, которым я получил, сказано, что практически как таковой ямочный ремонт по классификации, он не проводится, то есть проводится или капитальный ремонт, или какие-то другие ремонты, потому что вопрос один, какие технологии вы применяете и какие фирмы делают эти ремонты, потому что если из года в год один и тот же чиновник с одними и теми же фамилиями учредителей фирм, да, названия фирм могут меняться, но он отвечает за это и выделяет деньги, то у нас у всех возникает вопрос, а зачем он сидит на этом месте? И вот возвращаясь к вопросу о том, что не проводилось ни одного совещания, не рассматривался ни один проект применения новых технологий, которые позволили бы нам получить не только дороги сегодня, но и в надлежащем виде их там увидеть через год. Но возможно даже с увеличенной гарантией, да? Да, конечно, конечно. Тем более все мы сегодня можем смотреть интернет, то есть есть возможность смотреть, как это делается в других областях, и технологии, которые применяются при строительстве дорог в Китае, при строительстве дорог в Европе, в таких же климатических зонах, с такими же условиями содержания, они показывают, что дороги могут быть в надлежащем состоянии 5, 6, 7 лет. И если здесь один чиновник кивает на другую, говоря, что вовремя не убрали наледь, соответственно, она подтаяла и дорогу там разорвало, да, то вопрос, а кто отвечает за содержание дорог? И выясняется, что отвечают те же люди фактически, то есть тут же господин Запольских отвечает и за содержание дорог в определенной степени, поэтому пенять там с одного зама на другого и рассказывать, что проблема у одного возникает из-за того, что другой не доработал, ну, на мой взгляд, не оправданно. Вы прекрасно знаете новости. Последние дни на кировские дороги выделены дополнительные деньги. Насколько, на Ваш взгляд, это изменит ситуацию? Ну, к сожалению, сумма очень небольшая, а вот то постановление правительства, которое позавчера было подписано господином Медведевым, там речь шла о 10 миллиардах рублей на все российские дороги, к сожалению, конечно, это очень маленькая цифра. По моим данным, за последнее время на региональные муниципальные дороги израсходовано в Кировской области более 1 миллиарда рублей. И сейчас мы подготовили ряд обращений к губернатору, к Никиту Юрьевичу, с тем, чтобы осенью все же мы заслушали при принятии бюджета на 2017 год с отчетом конкретного министра транспорта и с поэтапным обсуждением каждой конкретной дороги или каждого конкретного проекта, который был профинансирован за счет областного бюджета и за счет регионального бюджета. Такого никогда не делалось? Я не помню, я, например, не помню. За 10 лет я такого не помню. А на самом деле нет ничего сложного. То есть берем дорогу Белая-Холуница-Слободской, какие компании в каком году выполняли ремонт, соответственно, какие были обязательства по контракту, сколько там гарантий, и смотрим фотографии, в каком ситуации сейчас находится эта дорога. И заодно еще смотрим, кто из чиновников отвечал за данный участок с точки зрения благоустройства и содержания дороги. Если картина будет неприглядная, то это вопрос к губернатору, то есть пора менять чиновников, пора менять должностных лиц, которые отвечают за это. Я напомню, что это программа «Крупный план». Мы беседуем с депутатом Государственной Думы Кириллом Черкасовым. Еще одна тема – это паводок, вересники, в том числе Дымково, прилегающие к вятке районы. В определенном смысле рекордные показатели, сегодня в этом году, вернее, по паводку. Какая работа вами проводится? Вы непосредственно следите, непосредственно бывали в этих затопленных районах? Да, мы с коллегами несколько дней ездили, встречались с жителями. К сожалению, всегда происходит очень интересная ситуация, когда в новостных сюжетах на телевидении показывают одно, когда приезжаешь к людям... Вы имеете в виду, что все хорошо, ответственные органы там есть, и они работают, помогают людям. Да, они работают, но когда приезжаешь к людям, когда начинаешь с ними встречаться, то всплывают вещи, мягко говоря, не очень. Ну вот что вы увидели? Во-первых, разговор о том, что люди не хотели уезжать, он, мягко говоря, некорректный. То есть мы встречались в вересниках с жителями, и они говорят, что, да, им сначала предложили переехать, но это было такое, мягко говоря, ненавязчивое предложение, и перевезли их в школу, где они три дня спали на матрасах, то есть ни о каких там кроватях не шла речь. Через три дня, когда количество обращений увеличивалось, а людям все тяжелее и тяжелее было там находиться, то какую-то часть людей, у которых есть маленькие дети, перевезли в гостиницу «Вятка». Ну хорошо, хоть вот так решили этот вопрос, хотя опять вопрос к чиновникам, неужели сразу нельзя было посмотреть, и очень возмущались, особенно пожилые люди, о том, что им, конечно, тяжело, потому что, конечно, любое перемещение для них сложное, а тем более в такой жизненной сложной ситуации, в которую они попали. И здесь, на мой взгляд, ну очень много на себя взяло областное правительство, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны вот эта координация с городскими властями, выделение средства, и самое главное сейчас, ведь ситуация людей волнует какая? По закону им обязаны возместить потерю и порчу имущества, которая произошла. По закону? Да, да. Ранее специалисты высказывались в нашем эфире, говорят, что сложно получить возмещение. А вот как раз у нас есть статья 8 закона Кировской области о защите населения территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, где как раз правительство устанавливает порядок использования бюджетных средств и ассигнования резервного фонда правительства Кировской области. И вот сейчас люди начинают сталкиваться с тем, что не всегда признают, что имущество или испорчено, или уже потеряно для них. Действительно, деньги нужно тратить на размещение. И вот здесь как раз нам очень хочется, чтобы особенно сейчас, в преддверии праздника 9 мая, чиновники, которые будут заниматься этой работой, очень внимательно поработали, особенно там, где действительно у людей это единственное имущество. И, конечно, в преддверии такого прекрасного праздника хотелось бы, чтобы они более по-человечески к этому подошли, а не исходя из того, из тех цифр, которые им спустили сверху. Да, ведь глава города и глава администрации накануне побывали в этих затопленных районах, и тот же глава города, Владимир Быков, назвал работу удовлетворительной. Ну, это уже, видите, то есть... Всё хорошо. Да. Помогли людям. И вопрос с питанием. То есть очень много вопросов задают по питанию, по подвозу воды. То есть тоже то, что декларируется и объявляется, мягко говоря, не соответствует действительности. То есть качество пищи и её ассортимент достаточно низкий, а вода доставляется нерегулярно. Ну, вы-то конкретно как поправить ситуацию? А вот сейчас вот несколько, сейчас три запроса уже отправлено, и сегодня вот ещё успею встретиться как раз в городе с администрацией, с тем, чтобы они конкретно закрепились за чиновниками конкретные районы и провели эту работу, собрали, скажем так, обращения от непосредственных граждан, а не воспользовавшись тем, что им по телефону кто-то что-то докладывает. А многодетные семьи в этих портопленных районах есть? Я так уж плавно перехожу к следующей теме. Да, есть, конечно. То есть есть и многодетные семьи, есть одинокие мамы, которые с одним из двумя детьми. И здесь это особая, скажем так, категория граждан, которым сейчас необходима помощь. И помощь, я думаю, что наверняка должна быть адресной, она должна обсуждаться у губернатора области, он должен дать определённую команду. Я надеюсь, что вот тот запрос, который мы сейчас отправили на имя губернатора, он как раз и приведёт к тому, что будет создана или комиссия, хотя комиссия уже создана. Но во всяком случае, вот именно одиноких матерей, семьи многодетные поставят на особый учёт, и адресно в их адрес будет направлена эта помощь. Итак, многодетные семьи. Как известно, этот статус предполагает наличие некоторых льгот, но на самом деле, как это часто бывает, эти льготы многодетным семьям не предоставляются. И вы в курсе этих проблем. И обращения к вам тоже поступают на сей счёт. Какого рода обращения, как их решаете? Обращений поступило достаточно много, их десятки. Мы провели соответствующую работу и выяснили, что указ президент Российской Федерации 1992 года, номер 431, о мерах по социальной поддержке многодетных семей в целом ряде регионов, а вот конкретно это в городе Кирове, Кирово-Чепецкий, Оречевский, Амутнинский район, не исполняется. В настоящее время многодетные семьи Кировской области получают поддержку на основании закона Кировской области от 2007 года, номер 188. И сейчас мы подготовили два обращения, одно к губернатору, второе в прокуратуру, с тем, чтобы данные закона совместились. И определенные чиновники всё же прописали для, в том числе, глав муниципальных образований, для министров, некие правила, по которым бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также автобусов пригородных и внутрирайонных, для учащихся образовательных школ, бесплатное питание, бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормами школьной формы и спортивной формы были выполнены. Иначе данные чиновники должны быть привлечены к ответственности, о чём мы и информируем прокуратуру Кировской области. Подождите, рождение вот этого нового акта, оно через ЗАГС Собрание должно проходить? Нет. В данном случае это сейчас может быть решено на уровне правительства, а если потребуется, то внесены изменения и в закон Кировской области. То есть, я считаю, что с этим должно выходить правительство, мы прекрасно понимаем, что сейчас непростая финансовая ситуация, и здесь, конечно, должны в рамках внутренних зачётов правительство найти возможность из каких других источников перекрыть то, о чём я сейчас сказал. Предварительную сумму не подсчитывали, которая понадобится на исполнение законов? Нет, мы сейчас не можем сказать об этом, потому что я думаю, что те районы, которые я назвал, это не окончательный список, это только там, это те районы, где на моё имя поступили обращения, там, где мы провели проверки. То есть, я думаю, что сейчас, после того, как эта информация сейчас уйдёт, количество таких обращений увеличится, и, соответственно, увеличится количество районов, которые не исполняют данные указ президента. Истекает время программы «Крупные планы», и сегодня крупным планом депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Владимир, всего доброго. Дорогие слушатели.